Брестский Государственный областной центр молодежного творчества – место, где юные дарования открывают в себе таланты, оттачивают их и находят своего зрителя. Уже в холле учреждения начинается подготовка к самому главному событию. Свет одином слив, без солнца, ходим под длительным солнцем, что делить калип по ветрам, обещаем. У нас сегодня генеральная репетиция. Перед тем, как выйти на сцену, необходимо подготовиться морально и сценически. Костюм, пудра, румяна – это внешнее. А внутренняя подготовка – вспомнить текст произведения и проникнуться настроением. Даша Коваль сегодня исполняет песню о Беларуси. Розина – это страна. Она будет всегда оставаться такой же красивой, мирной, и чтобы ее все любили. Песни, в частности, из военного репертуара споют и вокалисты Демитты Манюк и Роман Цинк, студийцы объединения «Микрофон». Я пою песню первым делом самолета. Я ее пою мужественно. Я эту песню люблю петь. Я буду петь песню про День Победы. Серьезный материал для таких юных мальчишек. Безусловно, руководителям студии проводится колоссальная работа, чтобы привить особые отношения к песне военных лет. Так как же необходимо исполнять эти произведения? Скорее всего, надо с уважением к тем, кто воевал, с честью, с радостью, возможно. Надо вдумываться в смысл этой песни. Наверное, это когда ты поешь песни, ты передаешь счастье другим людям. Праздник Победы занимает огромное место в творческой жизни нашего коллектива. Мы принимаем активное участие в праздничных мероприятиях, которые посвящены этому празднику, этому дню. В этом году тоже у нас идет активная подготовка, большой репертуар. Сейчас я выхожу на сцену и чувствую небольшое волнение. Но так как я сильно люблю эту песню, то волнение пропадает. Эта песня моя самая любимая, потому что я ее исполняю почти на всех концертах в финале. За босиковую, миролюбивую, такую гордую, такую милую, за материнскую, за офицерскую, за нашу родину, за белую. В наш репертуар включены песни белорусских композиторов. Дети очень любят военную тематику, патриотическую. И с огромным удовольствием принимают участие во всех мероприятиях, которые посвящены празднику Победы. Репертуар поражает своим объемом. Это и любимая всем Катюша, и Смуглянка, дорожка фронтовая, пой солдат, три танкиста. Словом, отправившись на выступления студийцев, можно окунуться в эпоху военных лет. И, конечно же, самое светлое и нежное впечатление оставляет детская песенка «Нарисуй этот мир». Дети, которые заинтересованы творчеством, которые живут сценой, они очень отзывчивые, они очень любят то, что они делают, и готовы приехать на репетиции, концерты, съемки в любое время. И тут огромная благодарность также родителям, которые тоже поддерживают все эти наши творческие начинания и порывы. Вокальное искусство и песни военных лет – показательный и доступный материал для воспитания будущих патриотов нашей страны. Преемственность поколений жива и будет жить!